Музыка Здравствуйте, дамы и господа! В преддверии Международного Женского Дня я рад приветствовать вас на свежем спортквизе, который также является вторым этапом нашего конкурса Miss Rgufxmit 2021. Как и в прошлый раз у нас будут 4 раунда, разминка, история в картинках, говорит и показывает и финал. В каждом из них 5 вопросов. Участницам конкурса нужно прислать свои ответы до 9 вечера через специальную гугл форму, ну а остальные могут записать ответы и потом проверить их в это же время на нашем же канале. Итак, время начинает... Первый раунд. Разминка. 5 вопросов на спортивную тематику, 15 секунд на размышления, обратный отсчет. Поехали! Первый вопрос. Выпускница Rgufxmit Алия Мустафина имеет в коллекции 6 олимпийских медалей, из которых 2 золотые. В каком виде упражнений она получила золото? А. Опорный прыжок. Б. Брусья. В. Бревно. Г. Вольное упражнение. Второе задание. Как известно, перенесенный с 2020 года чемпионат Европы по футболу должен пройти в 12 странах. Матч открытия будет в Риме, финал в Лондоне. А сколько игр планируют провести в Санкт-Петербурге? Одну, две, три или четыре? Едем далее. Талисманами олимпийских игр в Сочи были белый мишка, снежный барс и зайка. Однако в 2008 году жители Сочи голосованием выбрали совсем другое животное. Какое? Это был дельфин, волк, кабан или кот? Четвертый вопрос. Женский хоккей впервые появился на Олимпиаде в 1998 году. В шести турнирах четыре раза побеждала Канада, дважды США. Еще три команды завоевывали медали игр. Какая из перечисленных ни разу не попадала в призеры? Финляндия, Чехия, Швейцария или Швеция? Выпускница РГУФК СМИТ Аделина Сотникова стала первой в истории российской олимпийской чемпионкой в женском фигурном катании. А как называлась ее короткая программа на том турнире? Лебединое озеро, Болеро, Кармен или может быть Катюша? На этом первый раунд завершен. И прежде чем начинать второй, давайте познакомимся с нашими прекрасными участницами конкурса Мисс РГУФК СМИТ. Кстати, подписывайтесь на их странички в инстаграм. Ангелина Бузаверова, студентка второго курса кафедры государственного управления и молодежной политики. Кристина Чернова, первый курс кафедры теории и методики спортивного и синхронного плавания, аквааэробики, прыжков в воду и водного пола. Алина Зубцова, второй курс кафедры теории и методики гимнастики. Юлия Гладкова, четверокурсница кафедры менеджмента и экономики спорта имени Кузина. Инна Барулина, первый курс магистратуры кафедры теории и методики легкой атлетики имени Азолина. Елена Гоголева, первокурсница кафедры теории и методики гимнастики. Арина Лазарева, тоже первокурсница и тоже с кафедры теории и методики гимнастики. Ульяна Шульгина, четвертый курс кафедры режиссуры массовых спортивно-художественных представлений имени Василия Губанова. Екатерина Жиголова, студентка второго курса кафедры педагогики. Ольга Лазарева, четвертый курс кафедры туризма и гостиничного дела. Диана Борисова, второй курс кафедры педагогики. Каталина Пуркалт, четвертый курс кафедры теории и методики гимнастики. И Мария Кудрявцева, второкурсница кафедры теории и методики легкой атлетики имени Азолина. Желаем удачи участницам и начинаем... Второй раунд. История в картинках. Пять вопросов с фотографиями. Все они составлены на основе двух рубрик про историю РГУФК СМИТ. Сто дней до ста и Герой дня. Ссылки на эти материалы ищите в описании к видео. А мы готовы двигаться дальше. Три, два, один. Пуск. Первая картинка. Кого мы спрятали на этой фотографии? Второй вопрос. На фотографии перед вами советская художница. Ее работа вот уже полвека украшает главный спортивный вуз страны. А как официально называется эта работа? Третья фотография. И вам нужно назвать город, в котором она сделана. На четвертой картинке мы скрыли две фамилии. Назовите этих знаменитых выпускников КЦА-ЛИФК. И в финале раунда мы просим вспомнить, как зовут эту девушку, которая училась у нас в 30-х годах прошлого столетия. Дзинь-дзинь, время второго раунда и стекло. И в середине квиза давайте сделаем музыкальную паузу и немного потанцуем. Музыка. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну а прямо сейчас... Третий раунд. Говорит и показывает. Вопросы в нем будут в аудио и видео формате. Снова пять заданий. Тема «Спорт». На размышления 15 секунд. И начинаем. Через три. Две. Одну. Вопрос первый. Прослушайте фрагмент видеоурока на гитаре. И назовите название песни. Оно же командный вид спорта. Субтитры делал DimaTorzok Второе задание. Послушайте внимательно и напишите, какой это гимн. Третий вопрос. Посмотрите видеофрагмент и напишите, что было дальше. Вопрос номер четыре. Кого пригласил в студию Иван Ургант? Команды. А как это будет? Как это будет, я вообще не могу представить. Кубок по хоккею, понятно. Я понимаю, не надо. Правила не надо. Мы сейчас спросим. Мы впервые пригласили к нам обеих выдающихся наших спортсменок. И финальное задание. Для него мы сделали необычный трейлер. А вам нужно угадать первоисточник. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И три раунда уже позади. А впереди самое сложное. Финал. Приготовьтесь включить мыслительный процесс на все 200%. А пока вы готовитесь, я немного расскажу про третий этап конкурса Мисс Ргуфк Смит. На самом деле он уже стартовал. Некоторые участницы выложили на своих инстаграм страничках видеоролики на тему Чудо-женщины. Заходите, смотрите, ставьте лайки. Они помогут девушкам набрать бонусные баллы. Но самое интересное будет 8 марта. В праздничный день мы опубликуем все видеоработы на нашем главном канале и запустим голосование в сторис. Затем оценки подписчиков прибавим к баллам жюри и получим имена победительниц, которые мы озвучим 9 марта. То есть уже вот-вот сразу после выходных. Но еще ближе у нас... Четвертый раунд. Финал. Пять сложных вопросов со ставкой. Поставив ставку и ответив правильно, участницы заработают целых 2 балла. Но за неверный ответ потеряют 1 балл. Ставку можно не делать, тогда счет будет идти по стандартной схеме. 0 или 1. На размышления теперь будет в 2 раза больше времени. Итак, на старт. Внимание, марш! Знаменитая фигуристка, тренер и комментатор, выпускница КЦАЛИВК Татьяна Тарасова, однажды делилась воспоминаниями из детства и рассказала, что у них на даче была дверь, сделанная из чего. Второй вопрос. Перед вами профайл выпускницы РГУФК СМИТ. Назовите ее имя. Следующее задание. В конце 19 века один французский певец и педагог разработал ряд упражнений, заложив основу для очень популярного сегодня вида спорта. Он соблюдал три основных принципа, они на ваших экранах. Внимательно их прочитайте и попробуйте угадать вид спорта. Предпоследний вопрос игры. Назовите спортивный объект по описанию. Он получил название от одноименной горной вершины. Внешне он похож одновременно на ракушку и на снежную вершину. Располагается он на месте бывшего поселка, а рядом до сих пор сохранилось старинное кладбище староверов. И финалочка. У одних народов они были похожи на теннисные ракетки. У других пара их отличалась разным размером и функционалом. Спортивный интерес сделал их длиннее и прочнее. О чем идет речь? А вот и все. Вопросов больше не имеем. Ровно в 21.00 на нашем канале будет новое видео, в котором мы озвучим ответы. А пока я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание.